Друзья, всем привет! С вами Максим Гурьянов, инструктор по фридайвингу. И сегодня, как и спрашивают меня многие подписчики, мы поговорим о баротравмах. О том, какие они бывают, как их избежать и что же все-таки делать, если какая-то неприятность произошла. Есть очень полная лекция, которая отвечает на вопросы давления, продувки, в том числе и баротравм. Она занимает порядка 50 минут вашего времени, ссылочка у меня будет либо где-то здесь в подсказках, либо будет в описании. Итак, баротравмы. Баротравмы, я так понимаю, всем интересны именно баротравмы среднего уха, потому что бывают они разные-разные. Бывают даже баротравмы зуба, но это уже частный случай. В основном баротравмы среднего уха, то есть сопровождающиеся каким-то образом повреждением или растяжением барабанной перепонки. Барабанная перепонка у нас это такая тоненькая пленочка, она очень эластичная. У кого-то меньше, у кого-то больше, у тренированных людей чуть-чуть побольше. То есть она более эластичная. Итак, бывают легкие баротравмы, бывают тяжелые баротравмы. Что такое легкая баротравма? К ней можно отнести так называемое выражение «потянул уши». Что такое? То есть вы ныряли, шли глубже, глубже, не продувались, не продувались, достигли предела ваших ощущений, что стало очень больно. И после того, как вы всплыли, у вас ощущение, что у вас в ухах вода. Вы пытаетесь ее стряхнуть, но вода не выходит. Друзья мои, на самом деле у вас до барабанной перепонки там появилась жидкость. Это у нас такая защита от дураков. То есть компенсация вот вашей этой ошибки. Слава богу, она существует. И это небольшое получается натяжение барабанной перепонки. Где-то на следующий день эти ощущения могут пройти. Если они не проходят, то вам бегом к лору. Причем идите к хорошему лору. Потому что не все лоры способны понять наши сложности, наши задачи. И вообще, как у нас там что происходит. Значит, если вы всплыли и ваш напарник, к примеру, говорит, что у вас из уха подтекает кровь, то, друзьям, это уже более серьезная ситуация. Скорее всего, это уже разрыв барабанной перепонки. В таком случае, ни в коем разе нельзя промывать уши, пытаться промыть. Потому что, представляете, если у вас там, вы не знаете, не понимаете, что произошло. Если у вас там дырочка в барабанной перепонке, то вы всю воду, озерную, речную, да даже морскую, запускаете в область среднего уха. Температура человек 36,6. Понятно, что все это там будет процветать. То есть, флора, фауна и так далее, это грозит более серьезными последствиями. В любом случае, в случае легких баратрам, в случае тяжелых баратрам, вы не понимаете, что произошло. Вы не можете заглянуть в себя в ухо. Заглянуть к вам в уши может только грамотный специалист. Как правило, лор, лор-врачи. Опять-таки, проконсультируйтесь у ваших коллег, где в вашем городе хороший, адекватный лор. Придя к лору, объясните, чем вы занимаетесь. Примерно на пальцах объясните, что вы ныряли, что менялось давление и так далее и тому подобное. В принципе, вас, я думаю, поймут. Хотя бывали такие курьезные случаи. У меня одного клиента, такая пожилая лор-бабушка, она ему дала очень такой интересный, развернутый ответ. Он сказал, что вы знаете, когда я ныряю, у меня болят уши. Она говорит, что вы знаете, не ныряйте. Гениальнейший ответ, просто вообще супер. Так, и теперь смотрите, как таких ситуаций избежать. Первое, самое главное, всегда заливайте воду за шлем. Обязательно. Если вы ныряете даже в холодной воде, если у вас уши хронические, атиты, бемориты и так далее, то заливайте теплую воду, кладите ее с собой на буек и так далее. То есть, имейте рядом тогда теплую воду. Но обязательно между шлемом и барабанной перепонкой должна быть вода. Это законы физики. Второе, продувайтесь чаще, чаще. Чем вертикальней угол вашего нырка, чем чаще придется продуваться. Особенно продуваться очень интенсивно нужно первые 10 метров. Ну, это я говорю уже о нырках от 10 и глубже. Первые 10 метров это самые такие частые, скажем так, интервалы продувки. Ну, про продувку сниму отдельный ролик, сокращенный, да, в отличие от моей лекции. Теперь про внешние признаки я сказал, по ощущениям, то, что ощущение заложенности в ухе. Если оно у вас через день не прошло, если у вас из ушей шла, покапывала кровь, то бегом к лору. Бегом, друзья, к лору. Более того, если что-то покапывает, до визита к врачу можно просто ухо заткнуть чем-то, ваточкой какой-то, да. То есть, но ни в коем случае ничего туда не капайте. Не лазьте туда ушными палочками. Вообще, вы знаете, что ушные палочки, они не предназначены для того, что, видимо, что-то вы бы очищали ухи, да. Это всего лишь вот внешнюю, вот раковину почистить. Ни в коем случае ничего туда не суете. Ваше здоровье в ваших руках. Если что-то я не рассказал, обязательно пишите в комментариях. Я в комментариях постараюсь ответить. В любом случае поймите, вы не знаете, что там происходит. Что там произошло постфактум, можно сказать, только лор. Безопасных вам нырялок, ставьте большой лайк, если видео понравилось, если оно было полезно. Подписывайтесь на канал. Ну и следите за новостями. С вами был Максим Гурьянов. Субтитры сделал DimaTorzok